Уйдет с третьей пассивкой, фармит лес и выйдет намного больше. Ну и так может быть, но Лина очень хороша, я уверен. Потные хускары даже в Лину спокойно стоят, опять же. Максишь пассивку и там вообще без разницы. Возможно ты прав, возможно ты прав, но я просто не представляю. Раньше Лина точно гасила Хусика без шансов. Да и сейчас можно вот, как дурачок, просто максить пассивку на Лине, потому что и работает. Ну да. Но мне кажется это единственный матчап, который можно так сказать. 20 тонн надо донести еще прям вообще. Да плевать на это, можно реально просто вместо того, чтобы скиллы качать, пассивку замаксил. И не качаешь скиллы, и у тебя пассивка не загружается. Ну я имею ввиду, конечно же, не максить. И уйдет Хускара в лес, и у тебя тавер потеряется, и все. Ну да, это факт. Так, ну что у нас? Ничего не меняется по сути, да? Да, абсолютно. Бликвид показывает характер. Просто берут бруду свою. Вот интересно будет, возьмут ли Пуджа. Почувствовали, почувствовали это все. Знаешь, что могут Ликвид? Они могут свапнуть лайн, сейчас бруду поставить на сейфлайн и пойти против Пуджа другими героями. А зачем? Мне кажется, на самом деле проблема была в саппортах большая. Потому что, да, тренд неплох, но... Да, Рубика надо брать просто. Да, тут-то фишка теперь в чем? В том, что теперь тебе надо отвечать на Пуджа, а не на Биста. И, соответственно, получается, что у Бурды по-хорошему должна быть четко лучшая игра. Но еще вопрос, все же в мидере, потому что в прошлой карте у нас помудровка, да, первая появилась, а потом мембер. На самом деле, им лучше брать сначала мидера, потому что его с большой вероятностью закроют, а Лас Пик уже, ну, при любви... Так у них же нет Лас Пик. Ну, я имею в виду последний их пик, а давать Кэрри Пику. Да, я думаю, вообще нет разницы, по сути. Не, есть на самом деле разница. Ну, есть, да, там же закрывают Ликвиды, два героя. Так они же могут не закрывать мид, так же оставить закрывающий на мид. Да, но у тебя-то пиков больше будет, в этом же суть. Ну, такое, как по-моему. Это же, типа, ты считаешь просто пики, которые, точнее, баны, которые происходят. То есть в прошлой игре у нас уходил по КД Сларк, и сами еще Гладиаторы банили тоже Кэрри. И по итогу им достается пудж, ребята берут дровку, и в мид вообще ничего не остается. Я говорю, им ничего не мешает так же даблпикнуть инвокера для ниш, и сидеть так же играть с брудой. Ну, кстати, можно, да. Ну, так я же, я тебе про это и говорю, что лучше взять мидера сначала, а Лас Пик уже... Я думал, ты имеешь в виду именно Эмбера взять, то есть я это не понимаю просто зачем. Просто взять на сильного мидера, который просто стоит со всеми плюс-минус. Эмбера можно брать только если он флексится, и вы будете в это верить, но я не особо верю Эмбер-бруда. Но вообще Микки с легкой всегда бегал на Эмбер по 20-0, я помню. Он, да, играл в нем сейчас. Ну, именно с брудой, думаешь, нормально будет работать такое? Только что, если у тебя мидер-инвокер, вообще с кайфом играется, мне кажется. Такое ощущение, что пики вообще не поменялись, кроме биста, точнее не пики, а баны. Вот бист появился лишний бан в этот пик, и все. Ну, Сларка вот пропустили, но его и не надо банить, потому что путь же гладиаторов только керри. Ну, сейчас, может быть, появится Сларк. Ласпи, кстати, сейчас снова у гладиаторов. Интересно забанить линии Хускары, чтобы такое больше не повторилось. Ну, я думаю, зависит от того, возьмут ли они мидера, ликвиды, по второй стадии. Если этот мидер будет прям страдать от Хускара жестко, типа Эмбера, то я думаю, они точно забанят. Что, если самим забрать Хускары, ликвид? Если у тебя Ласпика нет, то впадло. На самом деле, по Путшу, так-то, хорошие герои в Пусика. У тебя ульт его жрет, и, да-да-да, Пусик вряд ли появится. Но Сларка вообще стоит гладиатором банить. Так-то, Путш, конечно, тоже неплохо работает с Сларком, но большой Сларк, по идее, вообще, беспроблемо с мужем справляется. С мейджслейером там все дела. Да-да-да. Ну, сильно думаю, матчап зависит тоже от других героев. И один герой против другого хорош. Тут просто проблема с гладиатором, они думают сейчас над оффлейнером своим, потому что Бист ушел, а это очень хороший герой в Бруду, им надо сапа под это сразу открыть. А в Бруду не так много хороших. Ванни Либерана, ну, я бы сняк убрал, честно. Ого. Он вообще ничего не меняется. Это, наверное, в топ. Это в топ, короче, уходят, да. Сэрлок опять пойдет, просто с рейнджовым, может, каким-то даже для эйса. А кто это, может быть, Энигма, может, какая-то, я не знаю, если там слабоятся. Они смотреть будут, они не будут гадать. Просто из таких рейнджовых, по-моему, есть только Фурион и Энигма. Ну, Деспорт еще есть, который ставит демиджем плохо, и игре все соберет. Вообще, есть снэпка, как бы, тоже. Тренд снэпка — это точно не слабая линия. Сильная, я бы сказал. Да, и темп хороший, и урона много. Да, это очень сильная лайн, да. Ну да, будут по-любому думать. Если это рейндж-4, рейнджовым паре будут думать на топ-лайн. Это ДП, либо снэпка — больше вариант, я не вижу. Но все равно, каждый раз эта бруда. В целом, одинаковые пики из игры в игру. Слушайте, или шрак есть какой-то. Или побояться, да, что снайперы могут закрыть. Кстати, есть еще не в бане герои к себе — это Viper. Viper Trend, как онлайн. Какой к себе? Почему он мерзкий такой? Ну, они еще в любом случае будут видеть, что они возьмут. Эйс, да, мне к себе. Ой, это че? Эйс, да. Ой, они, кстати, мне чем-то не знаю. Похожи? Похожи, да. Ну, просто Viper Putsch, наверное, вот это смущает. Ну, у них Ласпик, знаешь, прикол в том, что они могут на Ласпика решить, они могут тоже Viper mid отправить в целом там. Ну, может такое быть, да. Так, агримный Viper буду. Viper с шардом еще, если что, это арт-демидж будет. Ну, вот ли герой, который особо не страдает от такого в мире. Я думаю, это DPF Pudja. А, блин, уже Бруда забыл. Может, это Микки вообще на DPF? Ну, я не думаю, что они взяли эту DPS без мысли о флексе. Это может быть и пятерка. Осталось пять секунд. Инсанер же любит. Ну, потому что ты сейчас не можешь героя взять. Да, надо сейчас, ну, то есть, сейчас по-любому покажешь, куда этот DP пойдет. Ну, и Стакеря не пикнешь. Ну, тут надо милишник. Опять же, Клок мне очень нравится для Liquid. Клок в трента потенциально пойдет пятерка. И дальше будем решать. Ну, да, вот DP mid все-таки. Ну, это Снэк, по-моему, вообще вкусно смотрится, да? Очень, очень вкусно, да. Я бы не думаю, брал бы. Ну, тут прикол в том, что там было мальчик. Хотя, кстати, кстати, так-то можно даже сейчас подумать о Снайпере, да? Оставить ЛСП и Кейсу, потому что ты не видишь, куда DP это идет. Снайпер тоже в зомби DPF очень сильно смотрится. Да, вроде бы бруда, но они могут думать, что пуз закрывает бруду. Хорош, 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 мега-хорош. Гига. Ну, и подрат все четко, да, сверху у нас устраивается. Мне нравится. Ну, пока у Ликвидов нет ответа на то, что у Гладиаторов, если судить, именно потому что бруда выигрывает, проигрывает Пуджо. Но если бруда выигрывает Пуджо, то немножко все по-другому, потому что бруда на Снайпера прибьетет. А, так это будет, наверное, вообще бруда Undying, да, линия? И Рубик на Снайне. У них же обычно на Снайне играет на Рубике. Кстати, возможно. Кстати, было бы даже замечательно так сделать, я считаю. Блин, ну как же Гладиаторам легко распикывать, когда у них ласпик? Интересно, кто сейчас выбирал пики, очередность? Ну, мне кажется, Гладиаторы... Монетка, по идее. Мне кажется, Гладиаторы, точно, если они монетку выиграли, точно бруда спик все игры. Возможно, да. Не думаю. А Ликвиды уже, знаешь, ну, просто на уверенности, типа, давай еще раз попробуем с этой брудой. Вторую игру попробовали, а третью уже Гладиаторы выбирают. Блин, вот по ощущениям, смотря на пики, уверится в Снайпер с Пуджимурой. Кстати, очень крутой тоже Мор был. Раскачанный. Каждой игре крутой. Это шар, но не очень. Ну, тут Морс Лак, у них нету дальше больше героя. Ну да, Слак тоже, типа, до сих пор крутой. Но это единственный банк, который остался, потому что Войт тут не особо. Но единственная вещь, что, перебью, да, что если возьмем Слак, а также придет Снайпка Трэнд, и там тяжело будет Слак. Да, но, с другой стороны, а зачем тебе отдавать единственного Кора, который может выиграть как-то и Пуджа и Снайпера? То есть, Банни Сослак, Войт не выиграет. Спектра, ну я бы не сказал, что она выигрывает Пуджа Снайпера, плюс Трэнд еще в команде тоже. Спектра здесь худший герой, я бы сказал. И что, какую-то Фантомку опять вспоминать Пуджа Снайпера тоже как бы не выиграешь, скорее всего, потому что и Дублик нужен, там Трэнд. Удвинг неплохая. Снепка осталась. Еще есть такой забытый герой, но он может тут появиться, это Некрофос. Он тоже как бы может на аурах, но я просто герой Сауэр. Ну, не, Некрофос ужасный снайпер. А почему не берут сейчас Некрофоса? Не вы снайпер, а наоборот гладиатором самим. Ну, вот так, да, обманул. Ну, в офлайн просто, у тебя Пудж Кэрри, Снайпер Мид, и Трэнд Некрофос ведет в топ. Ну, а чем играть-то? Тяжело будет играть, нет? Ну, тут все равно лайновый пик, там и там пассивно будет. Не знаю, мне кажется, им легче просто взять этого Снафайр. Ну, они будут исходить из того, что они сейчас возьмут. Ну, что, я думаю, они также дровку возьмут, просто герой не осталось вообще на кэрри для Ликвид. Ну, тут уже не такая приятная для дровки игра. Ну, это понятно, да, но просто о какой герой еще, я прям вообще не могу понять. Войт тут плохой. Ну, или они мидировать ему, я не знаю. Ну, вот я тоже думаю, что они могут что-то с мидом придумать. Ну, а кто это? Типа, снайпер так же бьет всех мид. Ну, снайпера тут особо некого здесь. Ну, да. А, ну ладно, кстати, есть один вариант, который я вижу, что может что-то сделать, это SF кэрри. Ну, это максимум. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Такунка мид, дп. Ну, это ниша на кунки, ребят. Можно поверить в это, на самом деле. Ну, единственное, что я не понимаю, как они убивают... Ну, не видно их винт кондиши вообще. То есть, опять же, ликвиды затратили так, что бурда должна выигрывать пуджа, иначе... Ну, их просто снесут. Ну, как в прошлой игре. Их просто начнут аутфармить и снесут. А пофига, ну, тут снэпка, по-моему. Просто этому пуджу настолько плевать на эту кунку. Я даже не знаю, как они выигрывать будут. Как-то должны на линии они, походу, бить её. Мне кажется, знаете, какой исход я вижу? Просто ниша сейчас... Этого снайпера уничтожит миди, и на этом они выйдут. А игру как закончить? Просто игра... Там даже невозможно миди уничтожить, в смысле, вообще как? Это тоже, да. Но она в хиле. Но он же пикнул эту кунку снайпером. Знаете, что я знаю? Ну, как мы с умаилов тоже говорили, кунку взял, блин, там, сейчас он постоит. Ну, просто вот ты подходишь, тайтбрингер, и тебе просто пол лица ломает снайпер. Чем чаще я вижу этой кунки, лас-пик, против, ну, таких героев, ты больше думаешь, что, может, я чего-то не понимаю. Они что-то понимают больше. Я сейчас честно. Может, из-за того, что они не уложились во время Матумбы, они просто сейчас по-быстрому сольют и пойдут отдыхать уже? Возможно. Уже Матумба не смотрит и пофиг. Да, типа, а третью-то вообще лучше не смотреть. Пять секунд. Парни, это Феникс. Блин, Джакира, ты форсил Тёмы, всё, Джакира, и наконец-то он появился. Мне кажется, его не пикали уже лет тысяча. Это оффлайн Джакира? Скорее всего, да. Или оффлайн тренд, а не оффлайн Джакира. А, это оффлайн Джакира. Блин, но Феникс, кстати, круче был бы, если честно, чем Джакира. Кстати, да, тут Феникс вообще... Ну, тут, да, все коры вообще ему ничего не делают. Блин, ну, было бы гениально. В итоге сцене на зомби, я думаю, он пойдёт в топ. Но всё равно, ну, настолько простой вин-кондишн у Гладиаторов, я не знаю. Просто, как будто нереально выиграть. Ну, Гладиатором надо просто затянуть эту игру. 30+, и всё. 30+. 30+, это игра, у него без шанса выиграть, я уверен. Мой предикт. Я надеюсь, что... Ну, подожди, твой предикт, если это 30, то выигрывают Ликвид. Правильно? Нет, я к тому, что если, да, если Гладиаторы доживут с нормальными творцами так, что они там 40к проигрывают, то да. Окей. Я поверю в нишу Кунка, ниша на Кунке, да, это жесть. Окей, круто. Артём. Ну, я бы сказал Гладиаторы. Гладиаторы. Как вообще, было 2-0, жёстко по домам, а сейчас Гладиаторы? А я просто за классную, красивую игру передаю слово нашим замечательным комментаторам, очаровательным, талантливым. Лекс, Шачло, вам слово. Спасибо, ребят. Ну да, кто мог подумать, в начале игрового дня ожидали мы 2-0, и лёгкие после первой карты так было, и всё меняет. И ты смотришь на драфт, и ты понимаешь, что... Ну, GG реально могут выиграть. У Liquid такой, реально, знаешь, драфт, где нет выраженного кэри. Драфт без кэри, я бы его назвал. Я бы назвал этот драфт, когда ты уже поехал на мажор и хочешь поиграть кэвэшки на официальных играх. Думаю, что они просто тестят, смотрят свои лимиты, насколько могут они усложнить себе игру драфтом и всё равно победить. Да, и для GG, как мы уже говорили, это очень важная игра. В случае победы у них 4-1, они сравниваются с OG, и, в общем-то, реально начинается супер борьба. То есть, я думаю, обидно команде, которая смотрит, что Liquid уже на мажоре, да, и немного могут, как ты говоришь, расслабиться и что-то протестить. Но, ладно, в этот раз нет хускара вот этого имбового, да, поэтому ниша мид не должен проиграть, как минимум. Тем более, ещё и герой у тебя своеобразный в виде курки, который мид, ну, прям редко проигрывает. Даже снайпером. Я, конечно, соглашусь, тут у ниши всё должно быть попроще на центре, но в любом случае, как же я люблю смотреть на пуджа, на снайпера. И, наверное, это весь мой список. Ого, коэффициенты обновлённые от Будбум на третью решающую карту 1.4 на Liquid и около трёх на команду GG. И вы также можете у Будбум удвоить свой первый депозит, кликайте на баннер по трансляции, а на Будбум в приложении, либо на сайте при регистрации вводите промокод DPC. Коэффициенты изменились, и чуть больше веры в GG у Будбум появилось, но оно и понятно. Да, и у нас Джакиро тройка. И я так рад, я вот реально, я понимаю, что, ну, лучший герой дурачё сейчас вот на протяжении пары месяцев, это пудж. И что его пикают прям в самом старте. Они дожидаются там второй или третьей стадии драфта. Да, думаю, после прошлого перформанса пудж точно бы улетел у нас во второй стадии банов. И действительно стоит отдать должное ребятам из GG, что они пикнули его пораньше. Радуют они зрителя. Так, встреча. Пока 3 на 2. Дурачё просто выгоняют, тофу уходит. У-ук, дурачё снова в яблочко, но успеет ли команда, смещается тофу. Привязка нет, не выйдет. Нишу так просто не поймать, он топориком съел дерево, в которое летела привязка, и ничего не сработало. Да, и на прошлой карте мы, знаешь, интересовались, почему не забанили бруду. Получилось законтрить Зая. Тяжелая у него была карта, много контроля, и пудж, в том числе, умудрялся хуками попадать. И здесь снова бруда остается в драфте. Ну, поглядим. Опять же, игра уже не такая, да, очевидная, что у тебя мид выигрывает, и после этого будет бегать Квин по всей карте убивать. Снайпер-герой немного другой. Да, но в целом, Ниша видит, что стартанул с торрентом. Очень привыкли бы видеть функу с тайдбрингером, который уже сразу может потихонечку оразить. Да, и, знаешь, разных мы кунок видели, я надеюсь, что здесь кунка будет именно такой дэмэдж-дилер. Там, с сильвером и прочими историями, там, без агонимов, шардов, вот этих, знаешь, предметов таких. Ну, по идее, дефолтные, это сильвер, бакабаки, раса, что-то такое, вот, пулка, райт-кликера. Очень близкие к ИКДА. Одинаковый винрейт, но, правда, выборка у Ниши побольше, а очень много игр на кунке он сыграл. Да, действительно, равное противостояние у нас. Именно по статистике. Ну, и, в целом, пин показал, что может противостоять Ниши, но, конечно, условия были не самые равные в предыдущей игре. Возможно, много кто мог справиться с Нишей. И это, знаешь, наверное, первый матч в сезоне, 2023, когда Лишрак просто из пула гейминг-гладиаторс исчезает. Его не было в стадии драфта на второй и на третьей карте. Просто ребята поняли, что Ликвид знают, как найти отпор на этого Лишрака. Ведь Джиды используют три героев, конкретно против команды Ликвид. Я думаю, в следующем матче Джиды снова Лишрака будут там фпшить. Да, почему бы и нет. Пока что другие команды не нашли вот этот вот, знаешь, ключик к Лишраку Квина. Короче, у Ниши все, посмотри, насколько плохо. Очень жестко ему наваливает снайпер. Качается вообще без шрапнелли за максимум хэдшот. Опа, снизу Бокси. Живет, избивают дурачьи. Он нажимает дурачьи стики. И это ПБ для команды Ликвид. Ликвид повели. Бокси прячется в лесу. Тофу пытается найти. Тяжело. Паутины еще и Тофу могут попрессинговать. Нет, все-таки привязка от Тофу. Никак здесь не помочь. Ничего, для Рубика это не самая плохая смерть. Сейчас ресурсы восстановит. Не знаю, шмотки довезет. Да, и в целом, посмотри, погиб у нас дурачок. Пять крипов он всего лишь огнеет. 11-3 у Бруды. Абсолютно по-другому эта линия стартует. А в чем была проблема? Неужели просто в том, что Дарквиллу хуже, чем Рубик? И настолько вот этот вот Рубик сильный герой. Там, помню, еще первая пачка Дарквилла уходила. Мид пыталась помочь. Вот эти, может, факторы первых минут. Не знаю. Не знаю. Да, в итоге сейчас все намного проще. На верхней линии, пока мы тут не смотрели Джокиру. Ну, вообще, сильный лейнер. Как я понимаю, тут, в принципе, линия Джокиру Трэнт Потектор выглядит неубиваемой. Постоянный спам. Да, в целом, конечно, интересная линия. ДП против Джокира. Трэнт против зомби. И Дурачё в очередной раз отправлять в таверну. Это не тот путь. Возможно, без ТП он сейчас погиб. Да, действительно, 30 секунд у него ТП еще в ТД. Намекает нам об сервер. И в целом, похоже, вот контраст Дурачё сейчас срабатывает. Может быть, всю ману он отдал в прошлой игре на Пудже. И в этой игре он уже так не сможет. Продолжаю ТОФу прессинговать. Выходит Бокси. Удар один. Фейтболт. Фейрик. Телекинезом не дотягивается. ТОФу уходит в лес. Далеко ли уйдет ТОФ? Ну, похоже, не особо телекинез. Удар еще. Крипы должны помочь. Удар от Бокси не успевает ничего распамять. Худвинг. Бокси. Ну, может быть, как-то сейчас Дурачё хукнет. А, и тут еще и Бокси выращивается. Да, как будто всю удачу на прошлой карте Дурачё использовал. Такой хук на ровном месте и Дурачё промахивается. Один-три. Пользую Ликвид. Ну, на топе не думаю, что тут реально убедить его Джокеру. Тоже самое про Тент Протектора, можно сказать. Два слишком жирных героя. Но не стоит забывать, что у Ликвид очень топовый пик. Без ярко выраженного керри. Нужно им выигрывать как можно раньше. И если G2 будут здесь затягивать, то карта точно должна отправляться в их копилку. Так, ну что, на миде. Несмотря на ощущение, что снайпер очень круто стоит. Уркл восстановился. Все в порядке, тут равенство. И только по левелу вижу небольшой перефарм от Квина. Ну, там совсем чуть-чуть, может быть, 50-100 единиц опыта. Отличная привязка. Ну, сейчас следующий пик силы, который, похоже, выгонит поджаслиния, это появление ультимейта. Потому что мы помним, на прошлой карте у Зая появился ультимейт, у Пуджа уже был вангард готов. А тут, ну, Виталити Бустер, наверное, будет, и все. Ну, скорее будет колечко. И все еще остается Бруде качнуть два уровня. Ну, у Пуджа, конечно, все намного хуже в этой игре. На такую Дурачо снова. Фейтболт, как же много урона. Привязка очередная удачная. И Дурачо под фласками перекладывает. Быстро ветки восстанавливается. На топе Селери. Не-не, тут ничего ему не угрожает. ДП по таврам фармит. Совершенно спокойно. 40 секунд до повара прун. Ждем перетяжку на мид. Интересно, конечно, что есть большой кем здесь на топе. Притом так жестко стагнут. Это обычно на руку той команде, которая может распушить линию. И здесь, в принципе, оба героя, что ДП, что Джекиры, вообще отлично пушат пачку кипов. Ну, видишь, снизу продолжают смерти. Команды Джи-Джи. За этим самым опыт еще больше получает очень высокие уровни у Рубика. То есть шестая минута, четвертый Рубик. И на мид вообще нет никакой перетяжки. Не просто нет перетяжки. И Кунка вообще в лес уходит. Ему эта руна, в принципе, не особо-то и нужна. И снайпер спокойно контролит себе регенерацию. Которая ему тоже не особо-то и полезна. Итак, у фулмана была дурачьё. Сно под прессингом. Телепорт вниз возвращается в Тофу. Зай уходит. Как-то Тофу это прям совсем не туда нажимает кнопки. Даже близко. Да, может быть, на предикт он уже давал эту сетку. То, что куда придет добивать крипов, но... Увнулся Зай. Бэтбум предлагает бонус 100% на первый депозит. Кликайте на баннер по трансляции. Ну и в приложении, либо на сайте Бэтбум при регистрации, вводите промокод DPC. Вышел Рубик, его тут перекрывает. Белка сразу же. Ну а Бруда пока остается на линии одна. То есть Пуша, смотри, тоже решил перетянуться в лес в преддверии уровня 6 у Бруды. Ну и как-то не особо удачно у него получается фармить лес. Сейчас пока без своей ульты. Можно, конечно, хуком убивать одного большого крипа, но ресурсов совсем нет. Ну что, еще один сигнатурный герой. Снова худвинг в игре. А Тофу. Ну да, линия в этот раз получилась крайне неудачная. И сейчас для Бруды эта вилка, это просто корм. Потому что в лесу ты прятаться против Бруды просто не сумеешь. Но все же, как говорил ФНГ в аналитике, что Бруде здесь в этой игре просто необходимо выиграть свою линию, чтобы задать темп в этой игре. И, смотри, перетяжка от Миши. Он должен, наверное, без ульта забирать Силерия. Да, возвращает на Х-марке. Сифлон. Очень медленный такой фраг получается. Но в итоге Микки забирает деньги. 1-5. Да, не просто разгромлена сложная линия. Джи-Джи имеют Бруду против себя 4000 на Творцу. Пуджа 2500. 1500 разницы на 8 минуте между двумя корами. Это, конечно, как-то многовато будет. И Зай ведь он захватывает большой лес. Здесь меньше точек для фарма у того же Пуджа. Посмотрите, тут уже Бруда и Фатмид готовы играть. Да, это очень интересно. У Квина здесь, скорее всего, не будет уже никакого спейса. Как только сюда подает ниша, будет возможность у Зая перетянуться, поставить там еще буквально две сетки, оказаться в центре под вышкой. Да, и цифры ДТПлюс каждый раз удивляют. Команда Лика сейчас имеет меньше шанса на победу. По мнению Габена. Но все же это специфика пика конкретно, что не видит ДТПлюс потенциала для этой игры. Вот действительно здесь очень мало. Ну, вот пока играет Брудмазер под Т1, Пуджа это устраивает. Пудж ждет крипов под Тауэром дофармливает. Правда, смотрите, линия там вообще пропустилась. Крипы где-то как раз-таки у Тауэра. Команда Лика пытается быстро убить Пуджа. Вот там бой. Но хукнуть уже в этот раз не получается. В прошлый раз откровенно перло на эти хуки сквозь пауков. Квин прилетел. Зай. А Хангер-то в КД. Похоже, оказывается, Зай не может восстанавливаться. Летит Шарапнель. Еще одна снайпер без ультимейта. И Зая, похоже, это спасает. Да, было бы Квин с ультой. Можно было выстреливать, убивать Бруду Инсения. На второй попытке выходит за Квином. Декей. Солрип. Ну, так. Ну, вообще, Ниша пытался подойти. Немножко не доставал. Чуть бы подождали бы и Ниша бы Иксмарком. Хотя там Иксмарк тоже не особо в качен должен быть. Пока тяжело через Иксмарк ловить на карте противника. Нужен уровень. Но Ликвид играют так же, как играли на первой карте. Да, активно, динамично. Не дают противнику нормально качать карту. Джокеру на топе. Наконец-то остается один. Ну и потихонечку пуш вырисовывается. Да, сейчас должен Зай пройтись по нижней вышке. Потом перетянуться в мид. И как раз-таки начать уже закрывать Ликвид на карте. Или начать перефарм вот этот вот необходимый для темпа. Ну, кстати, интересно, что в топе никто вообще не дефает вышку. А кто бы это мог быть? Наверное, нет такого героя, который бы сейчас хотел оказаться в топе. Ну, зато на миде там очень много динамики от Ликвид. Да с профит с экзорцизмом. Они ведь могут мид разыграть, экзорцизм нажать. И там все команды постараться забрать тавер. Мы как-то ДП забываем, что это у нас кэри, да, на этой карте. И Микки нажимает экзорцизм. Тот самый выход в мид. Бруда пока не спешит сюда стягиваться. Шарапнель. Не вижу, что это особо мешает. Глип, ребята, нажимает крипов своих сэйвить ненадолго. Бокси. Украл Шарапнель. Нет, открыл ТКИМ. Самый, наверное, худший скилл, который можете забрать. Я хуже не могу просто придумать. Красавчик Гвин не дал, грубо говоря, Шарапнель. Карабаль, Целери. Важное прокупить. Быстро еще один хук. И снова не ведет, дурачо. Полетел Паук. Мгновенно был убит. Мид падает. Ну, круто Ликвид действует. Вообще, по макро снова играют, как и на первой. Без шансов. Давит джи-джи с всех сторон. Пудж камбэкнуть по-настоящему не может. Ну, это необходимо сейчас. Такой темп поддерживает команде Ликвид. Прекрасно мы понимаем, что снайпер может выйти из-под контроля. И кто его здесь будет вообще убивать. Ну, вот лучше пока из-под контроля точно не выходит. Маловато у него нетворца. Постоянно он стоит и ждет парм, который придет к нему под вышку. Ну, зомби увидели на варде. Пухают. По Т2. Ну, нереально по Т2 спасти. Слишком много урона. Да. Ребята понимают, что там вижн. Позже разобьют. Но главное, что дурачо зарабатывает фраг. Потихонечку камбэкает. У нас Антон. Но все равно, все равно, все еще. Он еще стоит на Творфел. Предстоит ему долгая дорога. Да и снайпер-то не намного лучше. Да, несмотря на то, что снайпер против Куки. Там что-то стоял терпел. Нет. Все коры держатся у Ликвид уверенно. И Джокиру неожиданно на втором месте оказывается. Но у него была самая комфортная линия. Как раз, мне кажется, если никто там не мешал. Сдал бик рипов бей тавер. На этот тавер, как ты уже говорил, никто не перетянулся. И вот уже есть деньги на Баклер. Совсем скоро появятся грифсы. Дурачо снизу. Рядом есть Тофу. Ставится там Бат тут же. Дурачо нажимает у тиммейт. Нужно больше помощи. Дурачо нажимает телепорт. Уходит живым. Ну, что дальше? Был бы сейчас экзорцизм и ДП. Можно было бы, наверное, разыграть Т2. Даже на такой ранней минуте. В принципе, куча урона предоставляет. Потому что там у нас бурда. Раннего урона. Скан. Пауки светит тренд протектора. Он с ультой. Телекинез. Селери. Подходит сюда кунг. Он с кораблем. Ну, как-то глубоко. Слишком. Опа. У Рубика ультимейт Пуджа. Ну, кстати, да. Not bad. Не всегда получается у Пуджа украсть какой спел. Но ульт Пуджа. Это явно лучше, чем Род. И явно лучше, чем пассивка. Ну да. Вообще. И правда. Ульт Пуджа обычно очень тяжело забрать. Там Род сразу спамится. А тут ничего Пудж не жал. 2.9. Успокоилась игра. После супердинамики от Ликвид. Которые прям давили снизу линию. Которые подключались мид. Интересная сборка УДП. Посмотри. Купил он Пичблэйд. Покупает он Трвела. Угу. Такой вариант. Именно кэрри Диспрофит получается. Приходится подстраиваться под геймплей. Атака. Джи Джи. Это, похоже, первый смоук от ребят. И Undying. Идеальная точка для Ликвид. Отдать свою жизнь. Так еще и надо хукнуть. Попасть. Инсения. Будто и какую-то тамбу ставить. Да, наверное. Или будет. Или не будет. Инсения все еще живой. Экзорцизм. Будет контратака. Полетела Макропира. Много урона по боксе. Бокси выживает. В погоне за Селери. Тренд протектор ультимейт свой отдал. Полетел корабль Вейса. Фулл прокат залетает. Минут Джакиро. Что самое важное сейчас. Экзорцизм останется. Ребята, у Т2. Они могут с этим экзорцизмом пропушить Т2. Опасно против Пуджа и снайпера это делать. Немного поймаешь хук и все. Пуш закончится. Да, согласна с тобой. Ликвид. Даже несмотря на экзорцизм отступает ДП в мид. Но это очень важный фраг был. Убивает богатого Джакиро с высоким уровнем. Преимущество 4000 за команду Ликвид. Что-то вообще по нише. Что там ниша в итоге у нас покупает. Бладмейл. Такой вот выбор. Такой тоже весьма получается неожиданно. И коэффициент от Бутбум. На 15 минуте. 1.08 Ликвид. И уже 7.5 на команду Джи Джи. Несмотря на то, что там думает Дота Плюс, неважно. Вкусный кэфф такой. Ну да, да. Учитывая, что есть вот этот риск. Да, если Ликвид не смогут додавить. Как говорил Куман, если игра затянется на 40-ую минуту. Ну и также вы можете удвоить свой первый депозит на Бэтбум. При регистрации вводите промокод DPC. Очередной смог. Нападают у нас уже второй раз подряд Джи Джи. Брала снизу, сейчас идут наверх. Но как-то не особо удачно. Хороший может быть. Ай-яй-яй-яй. Обидно. Это был фраг. Это был фраг. Там белка в спине с ультимейтом. Урона хватило бы. Пока что, знаешь, мало мы видим Эйса в этой игре. Ну, ее Эйса подловили. Все, что происходит, ловит его на крест, киняет его на торрель корабль, как сейчас. Ну, он живой живет, живет. Грифсы, ливенормор, стики не нажимает. Ну, не похоже, что они его спасали, но можно было хотя бы попытаться. Минус 2 от команды Ликвид. Целери под тамбой. Нинсени один убивает этот андайинг. Сколько же там урона залетело под апплифаем ульты зомби. Да, и Зай понимает. Все, зеленый свет, можно пушить. Тебе никто не придет, не помешает. Глиф только что был использован. Забирает пачку крипов. Новая пачка у команды Ликвид подходит. Ну, и сейчас Зай паущуков отправит. Т2 должны Ликвид забрать. Круто. Пока получает вот этот план. Игра без очевидного кэри. Но зато герои, которые на такой минуте вот так вот могут по карте двигаться и давить. Да, действительно, там 7-8 тысяч преимущественно на 15 минуте. Это колоссальный разрыв уже происходит. Но пока что, смотри, весь этот разрыв как будто бы на тварте Зая. Уж очень-очень его много. Практически 9 тысяч уже. Готовый пайп. Да, и даже Дота перестает верить в джи-джи. Но все равно шанс не сказать, что большой, да? 66%. При таком-то преимуществе на такой минуте. Именно вот на оценка драфта и оценка героев Ликвид. С отсутствием такого очевидного кэри. Совсем скоро должны открывать Ликвид Рошана. Может быть, в какой-то очередной экзорцизм ребята будут выходить в него. Выходит эйс у нас в Академ Шарт после своих грифсов. И Микки доделал ТВ-ЛА. Следующим артефактом он делает себе Актарин. Интересно, интересно посмотреть, конечно, на кэри ДП. Не часто мы такое видим. Тем более с такой сборкой. Да, ребята, постоянно находят этого тренд протектора. Круто. Еще одна смерть. И Микки играет очередной раз, как ты любишь говорить, на ноль. Не считая прошлой карты, где было исключение, здесь игра на ноль. Тяжеловато ДП убить. И дурачо, да, пока в тени. После предыдущей карты, ну, ты вот говорил, что почему Квинн и Мипи. Но мне кажется, если бы не этот Хускар Мит, то Пуч на прошлое тоже бы не выиграл. Несмотря на все эти великолепные УПи. А здесь Квинн не выиграл Мит. Он стоял ровненько, средненько. И сейчас мы этого Снайпера тоже не видим. Ты говоришь про Айса, так мы и Квинна не видим. Где Снайпер-то? Снайпера нет. 0-0-1 стата. Да и в целом, да, три фрага всего лишь. Привязка неудачная. Полетел бумеранг. Ниша выходит. Ой, волной. Вдвоих. Команде поближе. Минус раз, минус два. Круто. Да, Ниша с Агарим Шардом прям классно сейчас. Да, у меня, это же лик в лице. Ну, думал я, что это будет как раз-таки ниша через Райт Клик, через Шадоу Блэй, через Керасок, мы с тобой поговорили. Ну нет, это ниша через Блэйд Мэйл Аганим Шард. Просто сетапить для своей баньши эти киллы. Урона пока что хватает, да, в целом и у Брода немало. Ну ладно, мне, знаешь, интересно, понятно, к чему все идет. Как на хайграунде будут лик вит чувствовать себя. Все-таки против тебя, ну классные герои на деф. Это Джакиро, это Снайпер в конце концов. Но это еще и Путш, который может хукнуть. Да, немаловажно, это Путш, наверное, в самом... Потому что Путш это самый главный дефендер хайграунда. С его хуком можно быстро очень потерять позицию и проиграть любой файт. Так что вот это будет напряженный момент. Да, у тебя большое преимущество, но ты все еще понимаешь, что одна ошибка и джи-джи, ну, могут реально прям уверенно возвращаться на карту. Дальше у тебя шансы будут уже уменьшаться. Рубик Гриммер Кейп. У Снайпера там, наверное, какие-то молнии должны, да, появляются молнии прямо сейчас. В прошлой карте удурачен на 18 минуте уже пару минут как бы лаганим. Здесь ему остается еще целых две запчасти до него. Тяжеловато идет карта, тяжеловато в этот раз. Но Зай, знаешь, решил утонуть на лайнинге в этой карте. Сказал, что прошлая карта была исключением. Я на бруде имею 100% винрейт. Зря вы мне его испортили. Селери тут просто миллиард пауков против этого тренд протектора. Очень быстрый фраг. Погоня продолжается. Инсэнни идет дальше. Тамбу может поставить на хайграунд. Много вижена. Тофу. Выстрел. Очень много урона с Макропьеры. Кук наверняка дурачо убивает Инсэннию. Но и Эй здесь правда остается один. А это ведь всего лишь пятерка. Андайинг. Не так страшно Ликвид его отдавать. В какой-то момент Джакира, похоже, готов превращаться в четверку-пятерку. Панетворс теряется. Эйс. Посмотрите, какой богат Рубик при этом. Что мы с тобой пока не отмечали. Как-то у Рубика подозр... Ну ладно, там линия была. Мы помним ведь в боксе вместе с Зайем. Убивали. И в боксе стата 4-1-12. Да, Рубик действительно играет через богатство. И в целом пока что мне непонятно только лишь, как Ликвидом забирать Рошана. Стоит ли им нажимать на это ульт-дп? Да, почему нет? Почему это тебя так смущает? Ну знаешь, вы нажали ульт-дп на Рошана, вы потом еще чилите 2,5 минуты. И как-то темп потихонечку попадает. Ну вот уже идут. Инги на Рошана, хочет туда зайти Инсэннию. По идее есть Тамба и ульт-зомби. Возможно, экзорцизм можно придержать. Вдвоем бьют Рошана зомби большой. Интересно, как там вообще по его убийству? Ну, духи работают. Поэтому, наверное, нормально. О, что-то видишь такое. Рошан получается с верхней очевидной. На карте вроде ты видишь два игрока точно. Бруда где-то играет, и ты этого Рошана не сделаешь. Ну что, экзорцизм работает? Да, и Рошан упал. Эйк из для Мики. Не вижу ничего страшного. Но 2 минуты хорошо. А кажется, экзорцизма не будет. Ниша, 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 Ниша вообще ничего не боится. У него сколько жизней. Он с блэдмейлом нажимает торрент, прорывается на дурачо. Полетел корабль, ультимейт от тренд протектора. Корабль залетает дурачо. Ниша под блэдмейлом. Дурачо ультимейт Зая. Ну, Зая очень тяжелая цель. Хватит для урона на него. Торрент по двоим залетел. Зай больно. Квин стреляет. Ну, Квин без ультимейта не сможешь Зая добить. Контратака. Врыв на Квина. Минус снайпер. Ну, он отстреливает. Это круто, но урона не хватает, чтобы тут полкоманды убить. Зая пытается убить. Солури, пучок, Детен Сенни. Ук. А дурачо напоследок хотя бы. Так, ну это такая прям компенсация совсем небольшая. На миде много крипов. Ребята из Ликвид могут сейчас зайти на ХГ. В таверне все. Но экзорцизма нет. Поэтому да, пуш будет не самый быстрый. Тем более без бруды, без ее пауков. Ну, немножко. Может быть, вот эта пачка заберут с телегой. Т3. Как же мне нравится спорить за громитин. Он как будто бы заново родился с приходом ниши в этот третий. Отстреливается в боксе шрапнелью. Да, и в боксе ждет момента забрать айспас. Но такого ощущения там айспаса просто нет. Поэтому возможности такое не появляется. Под там бой. С трудом. Аккуратненько забирает. Т3 отходит. Так, с экзорцизмом все было бы быстрее. Забрали похожие боеказармы. Но при этом экзорцизм полминуты появится. Аегис есть. И Ликвид ничего не мешает вернуться. Да, тем более у ДП уже должен быть Эхторин. Если я не ошибаюсь. Да ладно, мне кажется еще... Ну ладно, посмотрим потом. Покажут ли нам ДП. Покажут ли пока что нам смог. От команды G. А на кого они пойдут? Пока что ближайшая к ним цель. Это та самая ДПшка неубиваемая еще и с Аегисом. Но Ликвид тоже в атаке. Выходит Микки. Микки... Пошел с Аегисом. Бояться нечего. Эйса убивает просто как саппорта. Да, неполноценную тройку. Хороший ультимейт. А тренд протектор есть и чем продолжить. Нет, врывается Зай. На Квина с пауками. Выживает Зай. Как же легко контролирует снайпера. Просто паучки. Даже Бруда самая не потребовалась. Топ возвращает на Иксмарк. Торрент. Удар с Тайтбрингера. Подходит Инсения. Ну Сулрипа может быть и добьет. Нет, Инсения без маны. Ее лучше отступить. А Бокси делает очередной килл. 4 в 0. Да, стратегия такая от Ликвид немного рискованная. Когда ты реально находишься на таймере, она срабатывает. 5.28. Ребята ломают первую линию. Да, казалось уже не просто ломают они первую линию. Такое ощущение, что 22 минуты и они заканчивают игру. Прямо здесь и сейчас есть у них пуш-потенциал. Даже без экзорцизма. С брудой, с паучками. И что вообще могут сделать сейчас GG? Любой герой, который подходит, просто уезжает на шарде кунки. Теряет позицию и урона хватает. Убить практически любого. Да и, наверное, любого. Путш тоже умирает. Несмотря на то, что он самый плотный герой у команды Рейдент. Да, Дота все-таки понимает, что к чему, да, куда идет игра. 1% на гейминг-гладиатор, оставляя Дота. Плюс Рубик Блинкдайгер. Летят предметы у этого Рубика. ДД снизу лежит обычно. Это предвещает то, что какой-нибудь керри возьмет ДДД и хорошенько сломает либо здание, либо героев. Но здесь... Да нормально, кунка с критами уже. Подожди. Кстати, да. Действительно, у кунки появился кристалис. Если повезет, можно неплохо криптануть ДД. Но вот это силером очень круто работает. Ты нажимаешь ДД, заходишь в силер и потом даешь такой весь этот крит перед скрипов. Но по боксу тут рофлет. Пытался забрать какой-нибудь скилл по-полезней, забирает задувку. А в целом на любой скилл Джекира, если ты крадешь, это полезный скилл, поэтому Рубик Стаба очень круто Джекироса. Нам же в целом нет вообще плохого скилла у Джекира. Ну мне помнится, что на Джекиру ты стараешься... Бывает игры, где ты на Джекиру Аща и спас. В один оставляешь и не максишь его. Если нет, то тебе уверенность, что ты его не отдашь в какой-то момент. Понимаю, вот эти станы на Рубика. Лешрака, или Никса, или Джекиру, это просто имба. Смоук. И от тех, и от других. Выход просто от бокса, боксмарки. Ловит снайпера. Очень красиво это выглядит. Снайпер без форстапов, поэтому спасти его попросту нечем. И Айспас все-таки появляется. Первый, то сам Айспас. Но его хватает, чтобы добить Айса. А у Мики уже Аганинша. И там сработал страх. Падает вторая линия. Падает две линии одновременно. Там на топе работает Брудмазер с пауками. Поэтому ребята могут сейчас за минуту сделать мега-крипп. Да, и где-то вне базы находятся сейчас. Что Худ, что Белка. Никого они там, естественно, не найдут. Будет ли Кукина Фонтан? Кукина хотя бы на Т4. Хочет ли дурачок кого-то хукать? Знаешь, вот хукрут, что Кунку, что Деспрофит. Как-то особо желания нет. Пропадает Айгис. Бумеранг в боксе. Белки появляются. Айгиса больше нет. Возвращается в боксе. Ниша с ДД. И остается только две казармы. Тут Т3 Бруда сломала. Хотя бы топ. Успели задефать. Успели задефать два раки. Гейминг Гладиаторс. Но остановит ли это пуш команды Ликвид? Экзорцизма могли бы сейчас дождаться. Знаешь, уверенно с ним вернуться. Зачем? Зачем спешить? Там вот эти полтора минуты не особо повлияют на игру. Соглашусь с тобой. Но мне кажется, Ликвиды сейчас в такой кондиции. Они настолько сильно чувствуют свою силу. Этот Рубик, который постоянно прыгает под крестами, инициирует. Без какого-либо шанса умереть. Выглядит все очень круто. Думаю, на Кураже могут и зайти сейчас даже без килом. Пинкует от Оф. Вырывается Мик и пытается быстро убить Буджа. Возвращает его на Эксмарке Торрент. Корабль нет. Форстафов сейвить нечем. Ниша вырывается в Блэдмэль и нажимает БКБ. Дурачью один. Волной его. Притягивают к себе. Убивают Пуджа. Селери выживает. Пудж покупает Блинк. И сейчас будут пытаться камбэкать. Байпбэк и от Селери. Стреляет Квин. Неплохо. Шанс есть Мик и нет. Лишька много регена. Слори. Сифоны. Страх на Снайпер и минус Снайпер. Еще один байпбэк будет. Выкупает и Снайпер. Классный айсбасс. Ну добить хотя бы Нишу. Телекинез Торрент. В последний момент Ниша все же умирает. Казарму в этот момент просто Зай бьет. Не бьет героев. Бьет Казарму. И делает мега криповку. Можно отступить. Несмотря на то, что два кора Ликвид погибли. Все равно по золоту набирается еще 1000 преимущества сверху. И 26 минута. Мега крипы. Что же могут сделать у нас GG с этим? Ну в принципе. Путш. И Джакира могут их отпушивать. Но Снайпер. Я сомневаюсь. Клин довольно что-то сидит. Смеется. Не знаю почему. Бэт Бум. Друзья. Прилагает вам удвоить свой первый депозит. При регистрации заходите в приложение. Либо на сайт Бэт Бум. Войдите промокод DPC. Ну и кликайте на баннер по трансляции за всеми подробностями. Ты знаешь. Должны быть довольны GG. То, что дали бой Ни Ликвидом. И выиграли они хотя бы одну карту у этого коллектива. До этого не удавалось это сделать пока что никому в этом сезоне. Пока что никому. Да. 0% вставляет Габан. То есть там уже 0 и запятая что-то есть. Да. Может быть какой-то микро шанс еще остается космический. Но пока что я его здесь не вижу. С позиции обсервируешь точно. И Ликвид смакует. Сейчас качает всю карту. GG с другом выходит с базы. И Рошана, да, ты, я смотрю, уже чекает труда потихонечку. Ну, он пока не может появиться. Пришли первые меггрибы. Посмотрим сейчас, как будут справляться у нас герои команды GG. В этом FVE противостоянии. А, нет, смотри, планы реально, наверное, позитив. Мелнер от Жакиру. Где-то пикбая. В общем, все. GG понимает, если затащить игру на 60 минут, я бы уже сказал, 45 недостаточно будет. Ну да, лучший снайпер. Не хватает только, знаешь, Лича с талантом, который просто регенит КП на зданиях сейчас. Или какого-нибудь репейр-кита. Старик его вернуть. Можно было бы подумать. Как думаешь, Ликвид Рошана будет ждать? Сомневаюсь. Я думаю, они сейчас будут нападать. Конечно, они не знают, сколько Рошана еще будет резаться. Могут подумать, что вот-вот Рошан появится. Но посмотри, куда они двигаются. Они уже двигаются в сторону нападения. И стягиваются они по центральную линию. Остается подтянуться лишь Микки. Чуть-чуть он отстает. И можно, в принципе, запрыгивать. Не, не спеша. Знаешь, аккуратненько просто проталкивают линии. По сути, да, все запушено теперь. А Рошан никак не появляется. Не знает, Ликвид, что он максимальный. Почти по таймеру еще 2 минуты ждать. Придется. Приближается 30-ая минута. А Ликвид пока еще не выиграл. Может быть, это тот самый переломный момент будет. Когда Ликвиды сейчас проиграют драку. Джиджи, в свою очередь, пойдут заберут Рошана. И это будет полноценнейший камбэк, правда. А ты у нас еще один стендапер, да? Пиздание сделать это сложновато. Но надо сохранить интригу. На Квину ворвались. Нет, Форстах. Ну ладно, один залетел. Последний момент очко поздно. Снайпер умирает без байбэка. Табер отправит Селлари. Под фонтан. Почти что. Но это лишь андарик. И под фонтан сам ниша идет. ТД. Врывается Микки туда же. Оставляет Пуджана. Надо немножко успокоиться за чилица. Возвращается Ликвид и бьют Т4. Хука дура, чего не точный. Айспас забирает Рубик. И последний глип. Но без снайпера, ребята, еще долго. И вот она и спас. Врыв на боксе. Влимлик Кейпан уходит на форстах. И вырывается Микки. Нажимается Айлант. Дурачо Блэкинг Бар. Ну и хук. Хотя бы андарингу убить. Ультимейт. Забирает урона лишь рон. Будет ли вообще урона Пуджа сейчас? Да, будет. Кунг Кас ДД все еще. Но ниша, смотри, стоит бьет трон. Хотя может помочь команде делать удар по дурачьям. Минус дурачьо. Джи Джи. Ну что? Это было неплохо. Да, ты прав. Джи Джи единственная команда, которая смогла дать борьбу. Команде Ликвид. И Ликвид отдают свою первую карту. Впереди у Ликвид. Через пару дней будет, ну возможно, самый интересный матч уже, как мы понимаем, по ходу сезона. Потому что ОУДжи в классной форме. И Ликвид будут играть с ними. То есть Ликвид ОУДжи. Такой потенциально мажорный матч. Но у нас будут дерби одного региона. А что ты машешь головой? Ну, знаешь, пока что я не вижу в этом регионе кому-то, кто может выиграть. Кого-то, кто может выиграть у Ликвид. Пока что они выглядят просто нагло выше всех остальных. В том числе и ОУДжи. Без обид, конечно. Михаил. Да, ну что? Джи Джи дали борьбу. Стратегия с Хускером получилась. Ну а тут, в общем, стратегия у Ликвид. Быстрая игра. Закончилась игра у нас за 30 минут. Спасибо, что смотрели сегодня с нами Западную Европу. Для вас работали комментатор Лекс и Шачло. Ну а мы передаем слово нашей аналитике обсудить игровой день и этот матч.